МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! В эфире Еда живая и мёртвая. Научно-кулинарная программа о том, что мы едим и как это влияет на здоровье. Меня зовут Сергей Малозёмов. Сегодня у нас в эфире особенности русского национального питания. Чем оно хорошо, а чем не очень? Есть ли способы сделать наш рацион здоровее? И как способно помочь изучению отечественной кулинарной истории? В деревне Поповка недалеко от подмосковного Можайска вот уже 30 лет существует этнокультурное поселение. Там живут те, кого увлекает возрождение древнеславянских традиций. Как и в старину, здесь занимаются собирательством, ищут в полях и лесах съедобные травы и коренья, а потом решают, как всё это приготовить. Мы их и едим в таком прямо, в сыром виде, и чаи готовим, и взвары. Правда ли такое питание лучше отвечает природе человека? Стоит ли возвращаться к корням людям 21 века? ПОЕТ Скоро узнаем мнение диетолога Марины Макиши. Она побывала в поселении вместе с нашей съёмочной группой. Ну а как насчёт тех, кто хочет всё-таки вернуться к самым корням? Правы ли такие люди, которые совсем отвергают современное питание? Напомню, вместе с диетологом Мариной Макишей мы приехали в подмосковное этнокультурное поселение Колосвет, где и в 21 веке отмечают языческие праздники, вручную косят сено, а в готовке используют дикорастущие травы. Что скажет специалист? А вот любимый мой лопух. Японцы обнаружили, что в лопухе содержатся определенные гликозиды, это биологически активные вещества, которые замедляют рост раковых клеток. И поэтому, кстати, в Японии лопух продается в супермаркетах, то есть как полезный продукт питания. Оказалось, Марина и сама иногда использует подобную зелень на кухне. О, пользуясь случаем, наберу с собой экологически чистый сныти. Она, конечно, растет у меня рядом с домом, но я считаю, что в городе собирать подобные травы не очень хорошо, все-таки там загазованность. У нее такой вкус даже похожий на тельдерей. Очень пряная вкусная трава, много витаминов, и она подходит для салатов. Можно делать смузи разные. О, кстати, смотрите, еще и кервель. Вот, между прочим, во Франции кервель относится к разряду благородных пряностей наряду с базиликом и эстрагоном, а у нас это считается сорняком. Конечно, в пищу здесь употребляют только то, что хорошо знают. Ну а если уж трава совсем незнакомая, конечно же, здесь на помощь приходят энциклопедии лекарственных и полезных трав. Все эти травы содержат очень большое количество веществ, которые мы называем антиоксидантами. Их основная задача в нашем организме замедлить процессы старения клеток. Исконно русские дикие растения кладут, например, в окрошку с молочной сывороткой и в своеобразный микс-салат. Здесь и лебеда, и подорожник, и одуванчик, и крапива, и кервель, и сныть, и тысячелистник, и манжетка. Предлагаю заправить нетрадиционно салат и майонезом, и сметаной, и даже не растительным маслом. А снова обратимся к домашней кухне простокваша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавочку, пожалуйста. Вот без всякого лукавства я готова есть вот эти продукты каждый день. Конечно, с точки зрения современной диетологии нет никакой нужды питаться исключительно так. Да и делать это зимой просто невозможно. Но разнообразить свой рацион при помощи забытых и не очень популярных сейчас продуктов почему бы и нет? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В лесу высоком, в небе глубоком радость моя живет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова